всем привет все чаще задают вопросы связанные с точным забросом оснасток друзья скажу сразу что с прошлого года я полностью перешел на клипсование как сподовых так и рабочих удилищ что касается соревнований то маркер я практически никогда не оставляю я сначала нахожу первую точку клипсую спода и пару удилищ рабочих затем нахожу вторую точку клипсу и 2 spot и остальные удилища его матовый маркер на противоположном берегу нахожу себе точные ориентиры и выполняя заброс до клипсы что касается забросов ночью то тут одно простое правило нужно всегда забрасывать с одного и того же места вот непосредственно перед этим я себя по направлению ориентира натягиваю флуоресцентную веревку ставлю ноги по направлению этой нитки и более-менее точно можно забросить иногда конечно с утра смотришь и думаешь куда я кидал но выход есть нужно только практика что касается обычных рыбалок то тут нам никто не запрещает использовать различные фонари в отличие от соревнований поэтому я поступаю следующим образом как правило ближнюю точку я также ставлю на клипсы из-под и пару удилищ дальнюю точку оставляю маркер но если в водоеме присутствует крупная рыба то вместо клипсы я как правило использую маркерные нитки либо можно использовать но кусочек изоленты залепив нужное место что касается забросов ночью то тут я прибегаю к небольшой такой хитрости при помощи хорошего фонаря я с легкостью нахожу свой маркер но без доработки маркера вы свой фонарем вряд ли найдете о чем собственно я с вами сегодня хотел и поговорить я пользуюсь маркером и спи подумать что реклама я считаю действительно один из лучших маркеров со мной конечно многие согласятся в комплекте у него идут три оперения желтый использует в пасмурную погоду черный очень хорошо виден в ясную погоду солнечную на красный такой универсальный он средне виден при любых условиях именно поэтому я купил себе двухцветную светоотражающую ленту чтобы переделать черное оперение вот те которые мне именно нужны и которыми чаще всего пользуюсь ну как приклеить ленту я думаю никого не возникнет трудностей если я покажу наглядный пример как можно ее поэкономней израсходовать обезжирим поверхность так как можно ее поэкономней израсходовать обезжирим поверхность Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот наше оперение и готово, ничего сложного, нужно еще придумать как зафиксировать и усилить края, потому что конечно при длительном нахождении в воде он скорее всего что будет отклеиваться. Надо еще над этим вопросом хорошо подумать. Ну вот друзья, вот таким нехитрым способом можно найти свою точку лова ночью. Еще такой маленький нюанс, кто пользуется дальномерами, конечно знает, что во время ряби на воде возникают трудности с определением маркера и вычислением точной дальности. Так вот, светоотражающая лента во много увеличивает точность дальномера. В будущем я обязательно его еще протестирую на своем дальномере. Ссылочку где купить эту светлую ленту я размещу ниже под видео, там их очень много различных цветов, я думаю каждый себе найдет там необходимое. Ну вот в принципе и все друзья, если есть еще какие-то вопросы, заходите в нашу группу ВКонтакте CarFishingClub, ссылочку я размещу в описании к видео. У нас рады всем, как профессионалам, так и начинающим, я думаю найдете для себя чем заняться в нашем уютном уголке. Ну вот, всем желаю не хвоста, не чешуи, подписывайтесь на мой канал, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok